приветствую вас рада вас видеть снова думаю начнем с одной практике как и вчера но эта практика уже будет более концентрированная более сильная которая нас платит еще больше между собой эта практика называется я это ты ты это я выберите сейчас себе человека с которым вы будете проводить эту технику желательно чтобы вы были не знакомы с этим человеком не знакомы до встаньте и возьмитесь за руки вот так и тот человек кто не хочет сделать он закрыт от мира вряд ли у него получится осуществить свою цель мы здесь для того чтобы осуществлять цели и приходить через свои блоки разрушать и поэтому советую вам всем взяться за руки даже если вам как-то очень удобно некомфортно но это вам поможет и так вы беретесь за руки и смотрите в глаза друг другу смотрите в глаза как будто бы вы самые близкие друг другу существа самые близкие друг другу существа в этом мире смотрите в глаза друг другу с любовью Ничего страшного, если вам смешно, это нормально. В то же время смотрите друг в друга в глаза с любовью, с теплотой, как будто это самые близкие для вас люди. После этого скажите друг другу каждый, я это ты, ты это я. А теперь обнимитесь с теплотой, как самые близкие друзья или родственники. Спасибо вам, что выполняли технику, теперь можем начинать. Это очень хорошая техника, которая сближает всех нас, потому что сегодня мы будем делать энергетические практики, которые обязательно должны быть направлены на соединение наших энергий. Но для того, чтобы они как можно более гармонично соединились и вошли в баланс, нам нужно приблизиться друг к другу. Для этого существуют такие техники. Что ж, начну я, наверное, продолжать с той темы, где мы остановились. Немного теории, потом начнутся техники. И со второй части в основном пойдут техники. И что успеем, про эзотерику поговорим. Тоже очень много тем. Также я здесь выпил слова, ваши вопросы, которые были вчера в конце лекции. И также другие некоторые пункты, которые я вычитала из ваших ответов, которые вы мне вчера сдали. Может быть, пока кто-то хочет рассказать о своих каких-то техниках, которые мы вчера делали. Возможно, что-то было непонятно. Возникли какие-то вопросы. Или вы хотели поделиться своим опытом. Да. Я работал с эгрегорами. Сначала со стандартными эгрегорами. А потом подался на свою фантазию. И пробовал эгрегоры чисто спонтанные. Ну, которые там связаны, например, с бизнесом, с любовью. Но более такие насыщенные. Более такие провогатные, скажем. Для меня из тех эгрегоров видывало именно такие эгрегоры, которые я должен находиться в данный момент с таким намеком, что ее еще рано там быть. Это такой интересный опыт. Что себе, да, интересно, действительно. Что ж, хорошо, видимо, вы прочувствовали эту технику. И хорошо, что практиковались с другими разными эгрегорами. Потому что для того, чтобы с ними хорошо взаимодействовать, нужно входить в разные, как можно более обширные эгрегоры, чтобы ощутить конкретно энергию того или другого эгрегора, чтобы безошибочно их определять и настраиваться с ними. Хочет ли кто-то еще поделиться своим опытом? Что ж, начнем тогда с темы воля. Как показала моя практика, воля – это одно из самых больших достижений человека. Потому что волевой человек, он на самом деле может двигать горы. Он может сделать все, даже невозможное. Но человек, у которого не развита воля, который не работает над развитием этого уникального качества, к сожалению, мало что достигает в жизни. Потому что на самом деле не бывает такого, что человек рождается, и у него идеальная воля или хорошая воля. Все мы рождаемся примерно с одинаковыми способностями. В зависимости от того, как мы учимся, что мы делаем, как мы над собой работаем, у нас могут воспитываться такие качества, как воля, целеустремленность, сила. То есть даже если сравнивать ребенка, он же не рождается и уже сразу умеет говорить или ходить. Ему приходится прикладывать какие-то усилия для того, чтобы начать делать это, для того, чтобы научиться делать это в совершенстве. Так и волю мы должны свою воспитывать, начиная с самых маленьких деталей. Например, человек, девушка или парень хочет похудеть. Очень многие люди просто говорят, вот мы хотим это сделать, мы будем это делать, мы запишемся в тренажерный зал, мы начнем бегать, мы начнем мало есть и сядем на диету. Но, к сожалению, этого не происходит. Это остается только на словах. Но если начать хоть чуть-чуть над этим работать, и, к примеру, брать и откладывать от своей порции половину в холодильник, и уже мы можем дойдать немного позже. То есть мы ощущаем физический дискомфорт от этого. Да, неприятно, несколько дней, мы, возможно, будем чувствовать чувство голода, но, по крайней мере, через некоторое время мы поймем, что это дало нам очень многое. Мы стали более терпимы, мы стали более сильны. Потом дальше мы уже можем при помощи воли более серьезными аспектами работать, такими, как мысли, такими, как дела. Например, нам чего-то не хочется, но мы знаем, что это нужно делать. Мы себя пересилим, встанем с кровати, начнем что-то делать. На самом деле нужно именно воспитывать волю маленькими шажочками, совсем по чуть-чуть, постепенно, но продвигаясь к более серьезным задачам. И через некоторое время, если вы будете развивать свою волю, вы вдруг увидите, что вы стали настолько сильным человеком, что вы поразитесь самим себе. Вы захотите ставить все больше и больше задачи для тренировки своей воли. И вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Такие события начнут в вашей жизни происходить, которые вас просто поразят, потому что люди, которые сильны волей, они начинают быть сильны духом, потому что это все очень взаимосвязано. Они начинают ставить себе завышенные требования, они начинают их выполнять, и идет очень сильный рост. Поэтому я считаю, что воля – это один из самых главных ключей к силе.